Волна по захвату заложников продолжается. 27-го, 11-го, 18-го я вел беседу с гражданином Ведьмаком в здании 7 News. В этот момент подъехала черная Субару с двумя вооруженными людьми и одним заложником. Доброго, доброго. Доброе утро. Можешь покинуть помещение? У нас здесь заложник. Короче, берем в здание заложника. Я могу как пресса поприсутствовать ввести видеосъемку? Присутствовать, конечно, да, обязательно поприсутствовать, только закройте, пожалуйста, Субару. Я понял. Хорошо, давай, в общем, улетай лучше пока что. А, нет, стоять, 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 руки, руки, снимай. Второй тоже. Скажи. Вот, второй. Блядь. В итоге у террористов оказалось два заложника. Заложников разместили в разных частях здания и забарригадировались в гаражной части здания 7 News. После чего террористы сообщили о захвате заложников в полицию. Но, к сожалению, полиция не смогла отреагировать и террористы решили убить гражданских. Ну, что, уважаемые граждане, у меня для вас такие новости. Товарищи полицейские отказались помогать и платить за вас. У нас выход один – это взять вас и просто убить. Убить, либо просто укопить. Мы выбрали самый жесткий метод, и мы решили вас, короче, укопить. Так что, вот такая вот ситуация. В вашей жизни гражданки не ценятся. Поэтому, уж извините, но придется пойти на самые крайние меры. Можно узнать, что вам ответила полиция? Что вы не их проблема. Я отправился вслед за машиной террористов, но так как у прессы нет скоростной техники, догнать их просто не было шансов. Также уже с репортером Рыжиком мы начали вести поиски с вертолета. Тем временем у гражданина Ведьмака шла скрытая съемка, и он любезно предоставил видеоматериалы. Может, мы сможем как-то поплатить? Вот, мы спрашиваем. Деньги имеются? Ну, сразу я могу снять 50 тысяч. О, это другой разговор. А хорошо, 50 тысяч. Один? Сколько дает за свою жизнь второй? Так, ну, можно как-то обговорить с одним из вас, ну, примерно с тем, который общался с полицейскими. Ну, так, смотрите, я, например, работаю. Все готовы заплатить на себя и за человека рядом. Моди, вот, банкомат. Куда проехал? Назад. Так, значит, о чем мы договариваем? 100 тысяч. И двоих отпускаем. Да, на этот стол договариваем. Отлично. Как тебя зовут? Спасибо. У меня пас. Ой-ой-ой, аккуратно, ребят. Пока-пока. Спасибо большое, выручил. В итоге гражданин Ведьмак выплатил выкуп из пасного прибывшего гражданина, внеся за него выкуп. Но террористы вернулись к зданию 7 News и угнали вертолет гражданина Ведьмака. Прибыв к полицейскому участку города Ковалы, стало известно, что террористы уже были задержаны спецподразделением полиции, а вертолет вернули владельцу. После чего граждане дали свои комментарии. Доброго. Вас сегодня похитили? Да, было сегодня похищение. Ехал я на машине, как бы, к раскопкам раскапывать. Но тут же, ну, сзади меня догоняет машина, сигналит. И попросили остановиться. Я остановился. Меня говорят, выйдите с машины. Связали руки и сказали, вас похитили заложники. Одели мешок. Нас привезли на 7 канал, после чего, ну, ожидали реакции полиции на то, что у них заложники. На что полиция не отригрировала ничем. После чего они решили нас убить или же утопить. Ну, решили больше утопить, чтобы менее, как бы, тяжелое убийство. Привезли нас на берег, после чего еще был задан вопрос. Может, как-то хотите решить этот вопрос, не умирая. И второй заложник заплатил за нас деньги. Гражданин Ведьмак, что сегодня произошло возле здания 7 News? Ну, я приехал на 7 News. И тут резко, ну, пролетел, вернее, на вертолете. И тут резко два каких-то бандита, ну, одетые как бандиты, повстанцы, я не разбираюсь, в маркировках. Они подъехали, сказали, мы захватываем, мы берем в заложники это здание. Но я не понял, конечно, что, я такой скажу, ну, ха-ха, смешно. Но оказывается, что они реально имели заложника, а потом они заметили меня. Сказали, что теперь ты наш заложник. Ну, я такой, типа, ну, у меня есть выбор? Но они сказали, нет. Переговоры с полицией, я не знаю, как они велись, какие-то там были требования. Но я слышал, там было, что полмиллиона сумма. Вроде как за одного человека или за двух, я не знаю. Они начали волноваться, начали говорить, что, мол, ну, все, короче, рыбки, рыбки будут плавать, и вы будете тоже плавать вместе с ними. Ну, либо, либо вас убьем, типа, с оружием. Но они сказали, что мы очень добрые, так что вы будете просто, ну, вы будете утоплены. Ну, мы сразу начали волноваться. Да, нас увезли, и мы начали кататься на пляже. Я сказал, что я готов заплатить 50 тысяч за себя. А человек справа, когда его спросили, ну, эти бандиты, которые им со мной были, они сказали, ну, он сказал, ну, человек, который тоже был в местной заложнике, он сказал, что он хочет договориться как-то по-другому. Ну, я понял, что иного варианта нет, в том плане, что человеку, ну, придется его спасти тоже. Я сказал, что я готов заплатить за всех 100 тысяч. Ну, и, ну, нас потом отвезли на банкомат, разлили, сказали, вводите пин-код, давайте деньги. В итоге, полиция не смогла дать комментарий по этой ситуации. Но из надежных источников я смог узнать, что часть сотрудников полиции была на боевом задании. В итоге, они и захватили террористов. А другая часть сотрудников была на параллельно проходящей операции по захвату заложников в здании прокуратуры. Радует в этой ситуации то, что заложники не погибли. А для вас вел репортаж сотрудник 7News Кирайль Кирижек. Увидимся на острове Altis Life, Экстрема.